Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 Пироженко. Спасибо. Спасибо. Сработала эту технологию. Сработала эту технологию для занятий со своим ребенком, предложила ее вот использовать в такой исследовательском формате. Тоже самое определение, но, еще раз повторяю, у нас будут свои особенности для того, чтобы использовать эту технологию, как в работе личной, скажем, со своими собственными детьми, и те возможности, которые технология в себе скрывает в работе в групповой, коллективной, это тоже очень интересно. Главное, что эта технология, она очень хорошо ложится в требования ФГОС дошкольного и младшешкольного образования. А именно вот та ниша, которая связана с развивающей предметно-пространственной средой. Какие признаки характеристики соответствуют требованиям ФГОС в этой технологии? Когда мы летбук в различных видах детской активности используем как в работе с группой, так и индивидуально. Вариативность – это, прежде всего, периодическая сменяемость игрового материала, который обеспечивает свободный выбор детьми, появление новых материалов, ну и, конечно, то, что всегда стимулирует детей. Им всегда нужно что-то новое. Доступность – это само собой, потому что обеспечивается активность, все виды активности детишек. И можно использовать летбук в любых помещениях, где осуществляется образовательная деятельность, в том числе на участке дошкольного образовательного учреждения или начальной школы. И еще один признак, на мой взгляд, очень интересный – это насыщенность. То есть среда соответствует содержанию образовательной программы, возрастом, психологическими особенностями детей. И в одной папке можно разместить достаточно много информации по определенной теме. Использовать его можно в различных видах детской деятельности, в игровой, в познавательной, исследовательской и творческой. И, соответственно, летбуки помогают быстро и эффективно усвоить новую информацию, но и закрепить изученное в такой вот занимательной игровой форме. Причем плюс большой этой технологии мне еще видится в том, что эту технологию можно использовать и в разновозрастных группах. Вот так получилось, что у меня сейчас ребенок посещает дошкольное учреждение, и в группе для возраста средней, ну вот так получилось, что есть и 5-6 летки, потому что пока у нас не достроен детский садик в соседнем районе, и вот детишек 3-4-5-6 лет вот в одной группе. И воспитатель очень удачный, на мой взгляд, вот мы частенько с ней разговариваем на эти темы, она очень активный, как и, наверное, мне кажется, все воспитатели, работники дошкольных учреждений, начальная школьная звена, вот отличается такой активностью, наверное, потому что работают с таким контингентом детей. И вот она как раз приспособивает эту технологию для группы, где есть и 3- и 5-летки, и на мой взгляд, очень удачно. Я об этом чуть-чуть тоже вам обязательно скажу. Ну вот лэпбуки почему помогают быстро, эффективно закрепить изученные ранее? Потому что в любое время ребенок может открыть книжку, папочку, рассмотреть вложенные в этот продукт, скажем, творческий, и погружаясь в материал, извлекать уже то, что интересно, то, что повторяется, или то, что вновь воспринимается ребенком. Ну и привлекательность, конечно, лэпбука, оно вот располагает к такому непроизвольному обучению. Мы, подключая к этой технологии детей, конечно, делаем с ним первые шаги к формированию такой самостоятельного сбора и организации материала. Существуют, конечно, многие разновидности лэпбука по назначению, по форме. Как раз вот эти разновидности, они обеспечивают вот эту вот направленность на партнерскую, то есть совместную деятельность как детей между собой в группе, так и педагога-воспитателя с детьми. По назначению у нас можно выделить не только отмеченные мной папки, потому что здесь в зависимости от образовательной ситуации вы вольны выбирать тему самостоятельно. Но вот самые основные, поскольку, скажем, у учебных или игровых могут быть разные подвиды, или праздничных, автобиографических, сейчас вот я буду характеризовать каждое из видов. Ну и по форме здесь тоже на что богата фантазии, и какой темой, и каким возрастом, конечно, детей мы с вами будем, на какой возраст будем ориентироваться. То есть может быть простые. И вот я еще упомяну об этом, многие психологи и специалисты в разработке этой технологии говорят, что самый такой золотой возраст – это с пяти лет назначать использование лэпбука, но вполне возможно и с трех лет, потому что есть более простые варианты лэпбуков, и, соответственно, с возрастом и индивидуальные особенности мы усложняем от количества разворотов и вот тех приемов, которые мы применяем при изготовлении. Ну, например, рассмотрим учебные или их еще называют энциклопедические лэпбуки. Прекрасное, на мой взгляд, подспорье для организованной образовательной деятельности и индивидуальной работы с детьми по закреплению определенной темы. Вот в такой лэпбук, на мой взгляд, можно поместить не только обучающие игры, но и карточки для развития памяти, можно коротенькие пословицы, легко запоминаемые, интересные факты из жизни, потому что основа жизненный опыт, на который мы ориентируем наших детей, народные приметы, вопросы какие-то для викторины. Опять-таки все зависит от того, по какой теме и с какой группой возрастной мы с вами работаем. Естественно, использовать такое пособие в таком учебно-энциклопедическом дети могут с помощью воспитателя-педагога. Ну, давайте рассмотрим начинку вот такого учебного или энциклопедического лэпбука. Ну вот я, скажем, подобрала по этой тематике. Здесь вот у нас правилам дорожного движения посвящено реально существующий лэпбук, который в детских садах используется, самостоятельно придуман. Ну вот, скажем, стихотворение о правилах дорожного движения. Здесь я предложила сложные уже, да, 3-4 раз тиши, это уже 4-5 возрастные дети вполне могут, и помладше даже в зависимости от памяти. Можно простые стихотворения. Ребусы. Ребусы, естественно, уже для старшего возраста, дошкольного. Вот каким образом мы, во-первых, объясняем, что такое ребусы, как с ним работать, да, скажем, пешеход, улица, дорога и так далее, да, переход и прочее. Загадки. Это уже вот отдельные кармашки, да, правилах дорожного движения. Загадки можно и в стихотворной форме, а можно с помощью метафорических элементов или сравнений, которые вот я на предыдущем своем вебинаре очень подробно рассматривала. Заложить загадки, почему бы не сочинить эти загадки самим вместе с детьми и положить в кармашки, чтобы до следующего раза для закрепления материала и отработки навыков их не использовать. То есть вот начинка может быть самой разнообразной, посвященной теме, скажем, правилам дорожного движения и подобной. Если мы, например, рассматриваем виды транспорта, да, для, вполне возможно, для младшего возраста, и наземный, и морской, и другие виды транспорта, мы с вами их начинаем, детишек наших, уже приучать к родовидовым отношениям, то есть есть понятие транспорт. Транспорт имеет разные виды, подвиды, то есть вот это вот основу логического мышления мы уже закладываем на примере систематизации вот этой темы. И в каждой тематической рубрике можно продумать вот такие логические ходы, общее родовое понятие, но, естественно, не на уровне терминов, да, и переходим уже к видам и составляющим. И, уважаемые слушатели, естественно, мы не забываем при этом с детьми описывать, характеризовать, вот вербализовать, то есть словесно оформлять любой вид транспорта. Велосипед наверняка знаком каждому, да, из наших детишек. А какие велосипеды у вас? А сколько колес? Трехколесных, двухколесных? А для чего три колеса? То есть мы уже обучаем детишек рассуждать, мыслить. Как раз следующий мой вебинар будет посвящен вот такому логическому рассуждению, с чего это начинается. А начинается это на каждом занятии. Мы продолжаем эти навыки того, чтобы ребенок учился систематизировать, обобщать и дифференцировать те понятия, с которыми ему в жизни придется встречаться. И вот этот навык, он, естественно, логическое мышление, оно здорово поможет уже на тех этапах, казалось бы, да, средний школьный возраст, когда начинаются усложнения учебных программ, вводится геометрия, физика, химия. Но вот именно в дошкольном возрасте, в начальном звене школьном мы с вами уже отрабатываем вот эти механизмы, которые, конечно же, помогут ему усваивать более сложную программу. Разновидности лэпбука бывают самые разные. Ну, например, игровые. Вот здесь я привела вам образцы уже готовых лэпбуков. Они составлены типографским способом. Вот транспорт уже отличается от самостоятельно изготовленного лэпбука. Честно, сразу признаю, что мне импонируют, конечно, составленные, вот творчески разработанные самостоятельные лэпбуки. Может быть, они эстетически немножечко проигрывают тому, что вот на слайде изображены типографское, да, такое вот предложение. Но вот дороже именно самостоятельно изготовлены с детьми папки, потому что там принимают участие дети. Они могут оценить свой вклад, вклад каждого из группы и, конечно, воспитателя, который будет часто поощрять словесно и показывать, да, то, что было сделано каждым. И еще раз напоминаю, что при этом сопровождение вот такого речевого поощрения всегда важно для детей в этом возрасте. Вот игровые, страна эмоций или транспорт, вот, может быть, родители могут такие приобрести и помочь, да, в копилку методического детского сада. Вместе на подобие вот таких лэпбуков можно с детьми уже сконструировать. Ну вот, на мой взгляд, очень таким близким для наших детишек являются, конечно, поздравительные лэпбуки. Это оригинальный и приятный подарок, может быть, да, для друг дружки, если дни рождения встречаете, да, вот, и справляете в группе. Можно ориентироваться на вот вкусы детей, на увлечение детишек в группе. И, например, там, лучшей подружке или лучшему другу подойдет такой вот из совместной изготовленный с родителями лэпбук, в котором найдется место и общим фотографиям, и вот, если это девочка, то, может быть, бумажные кукли, да, с набором платьев, аксессуаров, там, собственно, ручно изготовленные куклы. Мальчику в подарок можно наполнить, там, магнитами с изображениями, ну, если есть интерес, там, к динозаврикам, героям мультфильмов. Деревянные конструкторы, если есть плоские, да, детали, они могут уместиться в конверте специальным. Фотографии любимых, там, спортсменов, автомобилей и прочее. Приуроченные лэпбуки к определенным праздникам, пожалуйста, да. Вот здесь, мне кажется, пределу фантазии нашей с вами и детей, ну, предела нет. И можно продумать как от простых, буквально вот трех створчатых, да, лэпбуков, и можно более сложные лэпбуки, где уже в зависимости от вкуса, стиля детишек придумать новые тематические рубрики, которые, конечно, ярко-красочно оформить. Автобиографические. Ну, вот на слайде я представила, конечно, автобиографические, которые могут составляться нами, когда мы прочли произведения чьи-то, да, как в детском саду, так и в младшем школьном звене. Но еще ведь под автобиографическими мы имеем в виду истории наших детей, тогда уже здесь самостоятельность отдается родителям в руки, да, которые дома с детьми могут собрать материал, оформить лэпбук, посвященный семье. Вы можете вместе сделать лэпбук, посвященный истории жизни группы детского сада, да, в которой будут собраны фото, поделки, забавные высказывания, может, естественно, фотографии, там, или при изготовлении лэпбука наша группа, распределить материалы таким образом, чтобы каждому ребенку было уделено внимание и присутствовала фотография, как минимум, да, в каждом разделе ребенка, чтобы не были ущемлены, что вот кто-то больше, чаще, а кто-то меньше. Мне кажется, это прекрасное такое изобретение для того, чтобы при выпускных группах можно было использовать лэпбук, тогда он, конечно, будет более объемный, но можно продумать определенные вот темы по годам, по праздникам, опять-таки, по дням рождения и так далее. Здесь уже от вас, воспитателей, зависит подход к такому изобретению. Среди автобиографических, вот, например, я выбрала известного, естественно, писателя Николая Николаевича Носова, которого можно и в детском саду, и в младшем школьном звене, либо посвятить одному какому-то его произведению, или той же трилогии о незнайке, да, и любимый персонаж наших детишек, особенно если мы ориентируем на нашу русскую ментальность, на русскую литературу. Можно в сравнении найти какие-то аналоги из зарубежных мультфильмов, но, по-моему, незнаки нету таковых, да, или дать обзор вообще произведениям, потому что, ну, согласитесь, у Носова есть и «Живая шляпа», и «Огурцы», и «Фантазеры», и «Мишкина каша». То есть вот то, что по возрасту как раз подходит детишка в младшем школьном звене, это, конечно, можно и дневник Коли Синицына использовать, да, и, скажем, «Жизнь Вити Малеева в школе и дома», и многие другие произведения, которые входят или дополнительно упоминаются в изучаемой литературе по программе или вне программы. Мне кажется, это классика, которая, ну, никогда не устареет. Для примера, для примера, вот о том, что потенциал вот этой технологии, он очень глубок, его можно использовать не только вот в тех возрастных категориях, о которых мы с вами сегодня говорим, но и в среднем школьном звене, и в старшем школьном звене. Ну, скажем, если мы среднее рассматриваем, то можно обобщить, завершая изучение произведений каких-либо писателей или поэтов, ну, вот, например, Иван Андреевичу Крылову, да, посвященное. Это ведь материал, который может потом помочь ребенку и выйти на уровень написания творческих заданий при аттестации, да. Есть биографические сведения. Не обязательно это большой текстный материал, основные биографические моменты, которые отображаются в произведениях. Можно сделать такую рубрику для заметок, потому что в старшем, среднем звене дети рассуждают таким образом, что они выносят свои какие-то мысли, свои выводы из того, что прочитано. И порой эти выводы либо прямо противоречат, либо подкрепляют или, наоборот, дополняют то, что учитель-педагог хотел бы, желал бы донести до наших маленьких слушателей. Здесь можно, вы знаете, что крыловские выражения уже практически стали претендентными, и крылатые выражения, да, и, кстати, связать это с фамилией писателя, и пожелания, и вот для викторий на вопросы. То есть мне кажется, вот здесь, конечно, чем старше мы обращаемся в старшее среднее, старшее школьное звено к такому виду творческой работы, здесь можно акценты смещать туда, куда нужно по теме. Если нужно какие-то моральный обрик современного человека, и как он в классике отображается, пожалуйста, от Крылова и до современных наших российских писателей. То есть проследить динамику. Это материал, материал, который нарабатывается не только для аттестации, это, прежде всего, энциклопедические фоновые знания наших детей. Это то, что потом составляет речевой портрет человека, как его речевой паспорт. То есть мы работаем с вами на перспективу, на многогранное становление личности, прежде всего. А аттестации, экзамены и прочее, это попутные вот такие испытания, которые, мне кажется, успешны и достойны, вполне преодолеваемы нашими детьми. И психологическая основа преодоления этих маленьких испытаний закладывается, вот опять-таки я возвращаюсь к нашему возрасту детей, когда умеют дети распоряжаться фактами, событиями, которыми мы помогаем с вами систематизировать и их обобщать. Есть еще один интересный вид лэб-буков, это музыкальный. Мне кажется, это можно и в музыкальных школах, и на музыкальных уроках в детском саду, и в начальном звене использовать. Тоже отличается, конечно, в зависимости от формы. Это может быть стандартная книжка, книжка с пятью, тремя разворотами, гармошка книжка или фигурная папка. И в зависимости от этого мы уже с вами можем или музыкальный инструмент, опять-таки, посмотрите, есть понятия общие музыкальных инструментов и дальше их разновидности, да, клавишные, ударные, струнные, духовые, привести примеры. И, возможно, кто-то, кто, скажем, в начальном школьном звене параллельно посещает музыкальную школу, может выступить со своим лэб-буком и представить тот музыкальный инструмент, охарактеризовать его, дать историю и даже сыграть на нем на каком-то вот неклассном мероприятии или на уроках специально этой теме посвященных. То есть тем, которые вы собираетесь в рамках этой технологии представить, огромное количество, я представила основные из них, и могу вот с уверенностью сказать, что вот в результате такой практики у детей, конечно, развивается прежде всего универсальное умение, которое и в дальнейшем ему пригодится, не только в школьной жизни, но и как в становлении личности, потому что мы с вами, как ни странно, ответственны за становление личности человека уже вот в этом возрасте. Может быть, даже и больше делаем то, что совместно с родителями формируем его мировосприятие, сознание, осознание себя как части целого общества. Какие универсальные навыки и умения, которые вот дети еще пока не осознают? Это, прежде всего, планирование предстоящей деятельности, то, что я делаю, для чего я это делаю, с какой целью. Это умение коммуницировать, договариваться со сверстниками, минуя конфликтные ситуации. Это распределение обязанностей, это поиск нужной информации, что особенно сейчас в век информационных технологий связывают с фильтрацией, с умением фильтровать ту информацию, главное, от второстепенной. И информацию нужно еще не просто добыть, но ее систематизировать и обобщить. Это самостоятельное умение объяснять, уметь отвечать на возникающий вопрос, который в процессе как раз речевой деятельности совместный педагога и воспитателя с детьми при работе с применением данной технологии формируется. Это и использование устной речи для выражения желаний и мыслей. Поэтому преимущества этой технологии, естественно, можно перечислять и перечислять. Мне кажется, каждый из вас, когда столкнется с применением этой технологии или ее разновидности, то количество преимуществ только будет увеличиваться. Креативность, имеем в виду творческое мышление. Это и способ запоминания. Особенно, особенно, ведь мы с вами по классификации психологов самые простейшие. Мы можем относиться к киноэстетикам, визуалам, аудиалам или дигиталам. Обычно у нас два ведущих канала и два остальных помогают нам. Как правило, это визуальный канал тоже. То есть зрительное запоминание информации в разных его представлениях в виде картинок, в виде муков, в виде игры и прочее, конечно, это цементирует те умения, навыки, о которых мы с вами говорим. И, естественно, при систематизации лэпбуков, их подборе и работе над ними, мы должны учитывать, я неоднократно сегодня уже об этом говорила, это фактор возрастной, на кого из детишек мы с вами ориентируем тот или иной лэпбук. Ну, вот, например, для самых маленьких лэпбуков, которые сейчас вам представлены на слайде, это, конечно, самые крупные элементы, как минимум с большой цветовой гаммой и минимальное количество заданий, потому что для возраста трех-четырех лет вот такой формат, он самый привлекательный и без излишней информации, конечно. Изучаем мы фрукты, пожалуйста, фрукты в сравнении с овощами. Изучаем мы геометрические фигуры, пожалуйста. Изучаем какую-то тематику, связанную по вашей программе. Можно представить вот на трех разворотах, это минимальное количество, ну и постарше возраст уже, соответственно, мы усложняем те или иные виды лэпбук. Вот, посмотрите, уже старший, да, школьный, младший школьный возраст, здесь уже, предположим, по окружающему миру такая вот папочка, которая уже содержит в себе, посмотрите, пусть и не такое большое количество папок, но и красная книга, и родовидовые понятия, насекомые, то есть жизни животных, и млекопытающих, прочее, да, и растения, и так далее. То есть здесь систематизация уже с помощью педагога текстовый материал представлен. Поэтому вот возрастная категория, конечно, возраст детишек нами с вами должен, соответственно, учитываться. То есть вот когда мы, ориентируясь на возраст, психологические особенности детей, пытаемся эту технологию применить, то, безусловно, на картинках, в папках, или на обороте можно размещать прочитанное, то, что нужно запомнить, или пересказать друг другу или воспитателю. Здесь, конечно, мы подаем материал, вот для дошкольников это могут быть, там, вспомни пословицу или прочитай стихотворение, слова родственники. Помните, мы с вами говорили на вебинарах о том, как лексико-семантическую группу слов по развитию речи пополнять, развивая лексикон активный у детишек разных возрастов. Интересны детям старшего дошкольного возраста логические игры, что сначала, что потом, или разложить картинки по порядку. Части целые – это, опять-таки, основа логического мышления, противоположность и так далее. То есть таким образом мы с вами подвозим к тому, что лэббук – это не просто технология, это проектная технология. Почему? Потому что он содержит все признаки проекта. Обратите внимание, с правой стороны я перечислила. Целеполагание. Что это такое? Это мы выбираем тему. Мы разрабатываем с вами лэббук, то есть составляем план. Мы практическую часть выполняем, создавая макет и оформляя его. Ну и, конечно, подведя итог, уже в виде презентации его представляем. Это средство для реализации и проектного, и деятельностного метода обучения. То есть дети при таком подходе, они не получают знания в готовом виде. Это всегда легко сделать. А вместе добывают в процессе исследовательской деятельности. Познавательно, потому что происходит поиск информации. Я говорила вам, что лэббук хорошо подходит. И вот в детском саду, где мой ребенок-пладший ходит, в группах, где одновременно обучаются дети разных возрастов, в папке можно создать кармашки с заданиями разного уровня. Ну, например, любой ребенок найдет себе задания по собственным силам. Малыши, малышам – это кармашки с карточками или фигурками животных, которые, например, можно систематизировать. Там дикие животные или домашние. Старшие детки получают задания, которые подразумевают, например, уже умение выводить буквы. В группах вот такие тематические пособия можно иногда разработать даже под каждого ребенка конкретно, в зависимости от его уровня знаний. Я имею в виду, вполне эта технология подходит и в группах при работе с детьми ВОЗ. Эффективно используется лэббук как в индивидуальной, коллективной, групповой работе. И, кстати, можно и самостоятельную работу. Но здесь я бы, наверное, рекомендовала все-таки уже для детишек начальной школы и старшей использовать эту технологию. Ну вот по темам, я примерно здесь вот пять тем предложила вам. Тема лэббука может быть посвящена какому-то событию, увлечением, анализу литературных произведений, обобщению мультипликационным героям, темам недели и так далее. Но вот этих тематических рубрик, как я уже сказала, может быть бесконечное множество. То есть здесь зависит уже от вашего непосредственно подхода и работы. Ну, приглашаю вас сейчас уже в мастерскую создания лэббука, где я сама тоже принимаю участие как маму 4-летнего сынишки и опыт воспитателя, с которым я тесно общаюсь и дружу с ними, и ваших коллег, в частности, те материалы, которые в интернет представлены, я попыталась обобщить. То есть интересные материалы, которые, мне кажется, будут востребованы и вам очень интересно. Ну, вот первая стадия, как мы говорили с вами, это изготовление макета. Что сюда входит? Мы можем просто составить план примерный по тому, что мы выбрали, какую-то тематическую рубрику. И в дальнейшем уже мы зарисовываем, что где может располагаться. Мы можем выбрать круговые диаграммы, мы можем выбрать кармашек, мы даже можем книжку-малышку приклеить. Все зависит от того, что у вас, какой подручный материал есть. Единственное, напоминаю вам, дорогие слушатели, что, чтобы изготовить настоящую интерактивную папку, нужно учесть два требования. Это, прежде всего, безопасность. Ну, почему? Понятно, да? Здесь основные материалы отделка должны быть полностью безопасны, разрешены к применению в работе с детьми. Ну, например, если мы части лэкбука скрепляем даже с вами степлером, лучше, конечно, вот эту накрыть скобу сверху каким-то декоративным элементом или плоской самоклеящейся бумагой, чтобы скоба не выпала и не поранила детишек. И второй признак требования – это прочность. Почему? Потому что для использования дома или в саду подойдет картон, крепкий, бумага, ватмены, бумажные конвертики, книжки. В детском саду очень часто открываются, пользуются эти пособия, то есть необходимо позаботиться о защите дополнительных всех элементов. Я имею в виду, кармашки, наверное, лучше заламинировать, равно как, допустим, и кармашки, и карточки, и картинки можно прозрачной пленкой для учебников покрыть. Маленькие картинки с двух сторон можно обклеить даже широким скотчем, чтобы не помялись края. Ну и вместо обычной бумаги можно картон или ватман использовать. Итак, мы запаслись с вами необходимыми материалами для основы и деталей. Плотная бумага, ватман, картон, клей, простые карандаши, ножницы и так далее. Мы изготавливаем с вами выкройку согласно того макету, который мы раскладываем с вами на столе. Вот примерно такая выкройка может быть представлена. Еще раз напоминаю, что прочность должна, конечно, быть обеспечена нами. Далее. Ну вот формат А3 или А4, мне кажется, А4 самый удобный материал, пусть может даже и больше, чем на коленках, да, найдет детишек, но тем не менее. Вот стандартные кармашки можно закупить или из бумаги плотные сделать. И, соответственно, вот распределить тематически, что вы куда поместите. Игры, рисунки, раскраски, фотографии или короткие тексты, пословицы и прочее. Желательно, конечно, в цветовой гамме. И цвета тем больше, чем младшая группа. При создании лэппука важно учесть эстетичность, да, потому что всегда должно быть желание детей брать эту папку и вашу в том числе. Должен быть крепким, долговечным, можно сказать. Никаких методических рекомендаций, это для вас, педагогов, никакой лишней информации о минимуме подписи или картинкой заменяем. И вот удобные открываемые кармашки. И детей, конечно, манят множество сюрпризов. Кармашки, которые могут быть в виде загадок, в виде картинок, в виде ребусов и других заданий, которые, конечно, они с удовольствием будут выполнять, потому что сюрприз в этом случае обеспечен. Из опыта работы Евгении Алексеевны Дементьевой, ей была создана такая вот папочка «Развиваем речь». Она как раз относится с сегодняшней нашей темой. Она задалась целью рассмотреть развитие речи как средство общения детей и со взрослыми. Сформулировала задачу, которая, конечно, не в ЛЭП-муке, а в ее методических разработках. И для вас, как педагогов и воспитателей, формулируется. Прежде всего, это формирование словаря. Что мы понимаем под формированием словаря? Это активизация его. То есть мы употребляем усвоенные ранее слова и самостоятельные речи. Мы обогащаем словарь детей разными словами разных частей речи, глаголы, существительные и прилагательные на речи. В зависимости от возраста, наиболее младшие детишки – это существительные глаголы, далее прилагательные на речи по возрасту. Мы развиваем артикуляционный аппарат и голосовой. Для этого есть специальные упражнения дыхательные, то есть дыхательная гимнастика или звуковой чемодан. Вот такие интересные сюрпризы предлагает Евгения Алексеевна. И умение уже мы закладываем на грамматические основы пользования словами в контексте. Это согласование, например, существительное местоимение с глаголами, употребление глаголов в разных временах, использование речи предлогов и так далее. Вот такая папка «Раскладушка» ей предлагается. Она фотографировала и выкладывала поэтапно, пошагово все, какие кармашки, где она вклеивала. Вот этапы мы с вами видим и наблюдаем. То есть в ее видении это папка «Раскладушка», которая у нее состояла из шести страниц, дидактические игры включались, игровые упражнения, картотека. Ну и, естественно, это все размещалось в разных кармашках. И все содержимое она условно разделила на три раздела. Вы можете количество разделов увеличивать или уменьшать в зависимости от группы, в которой работаете. Это дидактические упражнения по развитию звуковой культуры. Именно здесь ей предлагаются дыхательная гимнастика, словесные игры и звукоподражания. Вот различные упражнения я на своих вебинарах по данным темам давала. И если кто-то присутствовал ранее на моих занятиях, вы можете посмотреть на моих презентациях. Отдельные упражнения их можно распечатать и в кармашке уже расположить. Игры по формированию словаря. Это второй раздел. Ну, например, «Составь предложение». Если кто-то из слушателей присутствует сейчас, помните, да, мы такие упражнения тоже рассматривали. Кто кого обгонит, чей хвост, назови одним словом или рассели по домикам. Домик можно в виде такого образного частеречного дома, да, прислать там глаголы, существительные расположить, прилагательные, но признаки детям проговорить, чтобы они могли в каждую ячейку то или иное слово поместить. И третий раздел – это игры на развитие связной речи. Расскажи о себе, как ты провел выходные, расскажи о своих домашних питомцах, да, или составь рассказ, или можно что-то нафантазировать с детьми, благо возраст к этому располагает, и детишки с удовольствием любят придумывать или продолжать сказки и на основе каких-то мультипликационных просмотренных сюжетов или сказок и так далее. И понятно, что вот такой конечный результат, вот поэтапный, то, что воспитатель предлагал, он вот представлен уже ею в итоговом варианте. Это вот такая книжка «Раскладушка». Посмотрите, вот такие кармашки, они объединяются даже общим каким-то сюжетом. Есть огромное, да, уметь читать, это уже детишкам, дошколятам, и младшим школьным звеном можно использовать. Мне это вот частично некоторые кармашки даже напоминают, помните, карты букв и слогов, да, когда еще в начальной школе ранее использовались, а теперь уже и в детском дошкольном учреждении. Очень удобные, да, такие вещи, когда можно как раз вот какую-то часть ячейку нашего летбука применить под эти карточки. Вот такой вот итоговый вариант. Посмотрите, очень интересные вот такие сюрпризы, связанные с разгадыванием слов или составлением рассказа. Звуки согласные, есть и аммонимы, и предложения составляют. То есть вот шесть страниц, вот она, первые три предыдущих, да, вот они, три, и вот последующие шесть страниц, три раздела у нее как раз и представлены. Вот вам касса букв и слогов, да, так называемые цифры изучались раньше. Можно вот отдельно взять и использовать эти элементы в лэпбуке игровые. Ну вот такая мастерская, которая, конечно, всегда творческие мастерские привлекают тем множеством идей, которыми каждый из вас может фонтанировать. Ну и предполагаемые результаты, они, конечно, всегда себя оправдывают. Это ставка на то, чтобы, прежде всего, ребенок умело договариваться со сверстниками, да, он должен научиться самостоятельно давать объяснение на возникающие вопросы, не перебивая остальных, или, может быть, дополняя, помогая вот такой вот в этой дружелюбной обстановке. Это поиск информации, еще раз повторюсь, которая должна быть еще и с помощью взрослого педагога систематизирована. И, конечно, развитие устной речи, умение выражать своих мыслей и желаний. Вот, на мой взгляд, лэпбук – это такой собирательный образ плаката, книги или раздаточного материала, да, то есть такой вот образ именно, который направлен на развитие у наших воспитанников, детей младшего школьного возраста и дошкольного, детской инициативы, того потенциала, который учит мыслить, действовать в рамках какой-то заданной темы, расширять не только кругозор, это само собой, да, но и формировать навыки и умения, которые необходимы человеку в жизни, чтобы преодолевать трудности и решения поставленной проблемы. Изначальная установка с логической точки зрения, я думаю, слушатели, психологи, просто поддержат меня. И наша главная задача – научить преодолевать трудности, потому что последствия, неумение их обходить или восприятие трудностей как неких катастрофических моментов в жизни, оно, к сожалению, может порой даже трагически заканчиваться. Поэтому мы должны уже с вами закладывать в таких, казалось бы, не имеющих, да, вот прямого отношения к тому, что ждёт ребёнка в жизни, мы, хотите, не хотите, задаём их жизненную траекторию за счёт вот таких маленьких шагов и технологий, которые позволяют этот потенциал и с психологической, и с морально-нравственной, и с воспитательной, конечно же, я уж не говорю о познавательной, обучающей, это в первую очередь точек зрения, аспектов, как хотите назовите, мы работаем в разных гранях. И за это мы ответственны. На мой взгляд, как раз вот, казалось бы, такие уже известные, да, лэкбук известен-то давно, но вот потенциал можно заложить такой, что будут помнить не только учителей в школе, будут и воспитатели в детских садах вспоминать детки. Почему? Потому что душой прикипели, потому что задали им такие задачи, которые вместе решали и преодолевали. Вот эти первые победы, радости от этих побед, вот такое ощущение совместной победы, да, когда вот вместе что-то сделали, творчески переработали и получили какой-то продукт, мне кажется, вот это самый главный результат, не нравится мне слово продукт, но результат, к которому мы должны с вами вместе стремиться. При достижении таких результатов, естественно, есть какие-то ошибки. Их преодолеть вполне возможно, потому что с каждым разом обращение к этой технологии, оно помогает корректировать, смещать акценты, на что-то более подробно останавливаться, что-то вот в этой группе именно с этими детьми легко проходит. А вот здесь я сакцентирую больше внимания на том, чтобы, допустим, родовидовые отношения закрепить. Где-то цифры, где-то что-то от темы, да. В разных группах и с разными детками это будет происходить всегда по-разному. Поэтому для вас, воспитателей, педагогов, это будет всегда новое. Потому что, да, технологии стали, но апробация ее и использование с разными детьми будет всегда проходить по-разному и по-новому. Поэтому, подводя итог нашей сегодняшней встречи, я бы хотела сказать, что лэпбук – это итоговый результат совместной работы с детьми и вас, и плюс привлечением отчасти родителей, да. Его изготовлению, конечно, должны предшествовать и тематические занятия, выборы, то есть подготовительный момент, и обсуждение, обговаривание каких-то сложных вопросов, сложно для детей, как им это кажется, ну и, конечно, выполнение заданий. Индивидуально, или в группе, или в паре. Мы уже приучаем работать в коллективе, тем самым отрабатывая вот такую социальную направленность. И только в этом случае, конечно, ребенок будет готов и к изготовлению тематической папки, и она действительно выполнит свою роль, как закрепляющего, систематизирующего, дидактического игрового пособия. И еще раз возвращаясь к преимуществам, недостатков я просто не вижу, обращаясь к преимуществам этой технологии, повторюсь, что мы структурируем сложную информацию, мы развиваем познавательный интерес, творческое мышление, мы можем разнообразить даже скучную тему, казалось бы, на первый взгляд. Мы учим самым простым способом запоминания, визуализации, да, и объединяем всю семью, это группа детей в детском саду или в семье, для увлекательных и полезных знаний. Вот те источники, которые могут быть вам полезны при подготовке ваших занятий, я отобразила на слайде. Обратите внимание, они буквально 21-22 годов. И вот в конце вот такая небольшая ссылочка, желающие могут родителям посоветовать. Есть такие уникальные, на мой взгляд, образцы лэпбуков, если хотите, вы даже можете приобрести для сада или отдельно для детишек, на международном образовательном портале. Я просто восхищалась, смотрела, и некоторые экземпляры вам показала сегодня на слайдах. Вот той технологии, потенциалы которой, которую, на мой взгляд, еще не до конца оценю. И вот если каждый из вас найдет новые возможности использования лэпбуков в своей деятельности, я буду только рада, если мой материал вам помог, направил. И то, что мы с детьми, с детьми с вами должны помочь самостоятельно перерабатывать тот большой массив информации, которые, конечно, усваиваются они из года в год, изо дня в день. И уметь фильтровать этот материал для того, чтобы не потеряться в нем, не утонуть. Опять-таки мы закладываем эти навыки вот с такого возраста. Благодарю вас за внимание. Буду благодарна, если у вас есть вопросы. Так, я сейчас пробегусь по чату, да, посмотрю. Спасибо большое. А, вот где-то, да, буковка «Д», да, у меня была пропущена. Спасибо, Екатерина, здесь меня подправила так. Как вы считаете, можно использовать цифровые инструменты для создания тлэббука? Не просто можно, нужно, конечно, и цифровые инструменты использовать, и с помощью различных программ, которые сейчас, и, кстати, вот в Академии предлагаются, да, этот инструментарь, который мы с вами используем. И так, да, вот, вот уже Марина Пчелинцева делится, да, с нами. «Природная зона России», положительные эмоции. Слушайте, замечательно, замечательно. То есть есть опыт, сказки. Совершенно верно, сказки – это материал, всегда будет востребован. Так, благодарность, спасибо вам за благодарную аудиторию. И есть, так. Марина Кузьмина, ожидание услышать приемы по развитию речи на конкретном лэббуке. Ну вот, если я уж не оправдала ожидания, я надеюсь, что вот те источники, которые я вам для самостоятельного изучения предложила, помогут вам восполнить тот пробел, который вы считаете, что я пропустила. Мне хотелось показать как раз вот то количество тематической разнообразия лэббуков и вот потенциал, который можно использовать в своей практической деятельности. И сослалась вот на опыт Дементьева Евгения Алексеевны. Ссылочка дана. Марина, я надеюсь, что вы как раз увидите то, что она на конкретных речевых приемах использует при одном лэббуке, при использовании одного лэббука. Надеюсь, вот здесь восполнится тот информационный пробел, который, ну, как вы считаете, я совершила. Так, по оригами, да. Спасибо, спасибо большое за рекомендации, благодарности. Ну вот, больше, по-моему, я вопросов не вижу. Так, ну что ж, вашему вниманию, если кому-то необходимо будет презентация, Татьяна вам объяснит, как и где ее скачать. Я благодарю вас за внимание. Ну и до следующих встреч. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok